Всем привет! По просьбам зрителей я вам покажу, как я собираю семена астры, потому что у меня спрашивали, как же я собираю их. И вот я вам покажу, в каком состоянии уже находится сама астра. Вот вы видите, да, что происходит опушение. До такого состояния нужно дотянуть, чтобы собрать семена. Видите, например, зеленоватое, видите? Вот это еще постоит, а вот этот уже вполне готовый, видите? Он спокойно сам снимается. Вот они семена. Вот в таком состоянии я уже снимаю сами лепесточки. Сейчас я их аккуратненько возьму, обрежу и соберу семена. Вы видите, да? Вот это уже готовые семена, когда сами спокойно отрываются. Но нужно не затягивать, потому что их ветром может разнести и вы не соберете семена. Вот это уже готовые семена. А вот, например, вот он еще зелененький, еще не стоит его трогать. Только вот один, два, три и вот четвертый, которые готовы. Вот сейчас я их отрежу тихонечко. Такое опушение происходит, как у адуванчика. Ну и хорошо ветром разносит. Ну а хочется, конечно, собрать семена любимых цветов, чтобы на следующий год посеять. Вот я срезала все цветочки, которые приметила, которые уже готовы, очень хорошо осыпаются. И вот эту серединку, сам пушок, буду отрывать, видите, сколько семян. И перелаживать на другой листочек. Они очень легко осыпаются. Нужно вот так вот просто взять, просто тут мусора много будет сыпаться. Вот они семена. Видите? Их очень здесь много. Как одуванчик. Только одуванчик как-то реже. Пышности этой. А вастре много. Вот видите, гляньте, сколько семян. Вот это семена. Вот таким образом я собираю семена. Потом я сверну бумажечку. Бумажечки очень хорошо дышат семена и дальше сохнут. В полиэтилен нет, в пакетик полиэтиленовый. Я этого не делаю. Вот на следующий год, если у меня останутся семена, да, я могу пересыпать уже в пакетик. А сейчас они у меня будут находиться в бумажке и дальше подсыхать. Вот видите, вот 4 цветочка всего. А сколько семян? Очень много семян. Засеять можно большую площадь астры. Она какая красивая. Вот так вот. Конечно, пушок чувствуется, что еще сыроват, но все-таки конец октября. И дожди. Вот у бумажечки они досохнут. Вот видите, сколько. А когда они досохнут, вот через недельку я разверну ее. Вот так вот буду делать пальчиком. И пушочек будет отдельно, семечка будет отдельно. И можно уже будет семена прочистить. Видите, сколько. Так я еще не все тут собрала. Так, почище беру. С пушковым снимаем. Вот так вот легко собирается астра. Семена, то есть астра. Вот смотрите, я практически семена очистила от пушка. Брала вот так вот. На камеру не буду показывать. Вот так брала. Так подсаливала. И немножко дула. И видите, вот разлетается. Все вот этот мусор просто разлетается. Ну потихонечку, конечно, чтобы семена не раздут. Видите, как он хорошо, как эти семена хорошо очищаются. Все, практически чистенький. Вот. Сколько семен. Так. Сколько еще осталось, то только четыре цветочка срезала. И уже сколько семен. А ведь когда покупаешь, там вообще чуть-чуть. У меня там, например, где-то, не знаю, может быть, десяток. И десятка не было. Зашло только два семечка. А взяла я сколько. Это свежие. Я в них уверена, что они взойдут. Эти семена. Видите, легко очищаются. Вот так вот. И вот я свою астру вложила в бумажечку и в пакетик. Так, чтобы не потерять сорт. Подписала, какого года собраны. Потому что, может быть, не всю посеешь. А что-то останется, чтобы знать, в каком году были собраны семена. Когда мне что-то нравится, я никогда пакетики уже не выбрасываю. И все. И вот таким способом я буду хранить семена. Они будут дозариваться в бумажечке. Будут дышать. И на следующий год такую же посею астру. Хотя вот на пакетике она тоже красивая. Но наяву она еще лучше. Очень долго стоит. Дождей не боится. После дождей бывают асы такие страшные. А эта уже такая стойкая, прям красавица. Очень мне понравился этот сорт. И я его сохраню. Так что, вот такие дела. Всем удачи и пока.